Они сюда еще привезут. Полтора, два, три, четыре, пять, десять миллионов. Тут будет 15 миллионов жителей Средней Азии. Сдраться могут только Петров и Иванов. Imagine of the people. Всем привет, в эфире видеоподкаст «Как дальше жить», специальный проект Федерал Пресс. Меня зовут Георгий Дудаев, моего соведущего Рустам Сабанчеев. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях политик Максим Леонардович Шевченко. И сегодняшняя тема очень актуальна. В последние дни, в последние месяцы мы сегодня поговорим про национализм, о всплесках межэтнических, межнациональных конфликтов в России, о которых сегодня все чаще и чаще говорят СМИ, эксперты, политики. Первый вопрос такой общий, Максим Леонардович. Очень много заголовков, межэтнические конфликты, разборки в Новой Москве, нападения лиц кавказской национальности в Новых Ватутинках на мужчину с ребенком. Где-то в той опции буквально пару дней назад появилась очередная информация о каких-то хулиганствах кавказцев. Вот на ваш взгляд, почему сегодня эти инфоповоды все чаще и чаще стали появляться? Неужели вот понаехали сговорившись и начали хулиганить? Или же какая-то другая причина у этих явлений есть, на ваш взгляд? У этих явлений, Георгий, есть одна только единственная причина. Жизнь людей становится все хуже и хуже. И власть обкладывает людей разного рода поборами и ограничениями. Это и противозаконные QR-коды, которые не обусловлены чрезвычайным положением. Мы же не возражали бы, правда, вот парламент собирается и принимает закон о чрезвычайном положении в связи с эпидемией. Ну, хочешь не хочешь, война есть война. Правда, президент подписывает. Почему они этого не делают? Чтобы не платить компенсации. Потому что при чрезвычайном положении государство обязано оплачивать гражданам и бизнесам потери, которые связаны в связи с этим, с чрезвычайным положением. А так, какие-то губернаторы что-то объявляют, говорят, мы вас не пустим на работу, или мы вас не будем пускать в ресторан, если у вас нет QR-кода. Люди, естественно, возмущены. Или цены растут на товары, не знаю, в разы просто, на энергоносители в разы цены выросли. Люди просто в шоке. Вот чтобы об этом, обо всём люди не думали, а также о многих других проблемах, которые у нас существуют, всегда власть имущие создают национальные конфликты. Потому что ведь национализм и национальный конфликт, как и национальность, существуют только в голове человека. Вот, допустим, дерутся болельщики ЦСКА и Спартака. Я помню такие драки. Были, были, да. Еще лет 10 назад, там, 50 на 50 в парке, Петровском парке, около Динамо еще старого. Это национализм? Или что это? Фанатское движение, правда? Это проблема? Это молодость. Вообще драки и хулиганство – это часть человеческой жизни. Это фон человеческой жизни. Есть телеграм-каналы, там вот мой любимый Мурзилка, например, такой телеграм-канал, который в ироническом, таком жестком ключе сообщает, о таком трэше из разных уголков нашей бескрайней Родины. Большинство этого трэша, там, зарубил жену, там, избил детей до смерти, выкинул там из окна, обнюхался солей, голый пошел гулять по городу. Не связано ни с какими национальностями и национальными вопросами, прямо скажем. Общий фон такой страшной российской жизни. Такой Груз-200. Есть и Балабанова, один из моих самых любимых фильмов. Вот он реальный. Вот эта реальность большей части страны. Но чтобы люди этого не видели, из информационного поля берется одна драка, которых в этот день подобного конфликта, как в Новых Ватутинках, могло происходить в той же самой Новой Москве, еще там 20 таких конфликтов. Постоянно. Это же постоянно фон. Вот вы молодые там, да? Ну, я тоже не очень старый, хожу по улицам. Ты идешь там, эй, мужик, ты что там? Что ты там плечом толкнул? Что да ты кто такой? Что ты сказал? Ади сюда. Я тебе сейчас как наваляю. Бах-бах-бах. А что подрались? Сами не понимают, правда? Просто все люди на взводе. Если в этом участвует там, не знаю, Шевченко, но уже Дудаев, это уже серьезная проблема. Дудаев, это что ты сюда понаехал, а ты, как говорится, что там? Это уже национальный конфликт. Новости, что ли, да, тут, значит, это самое, да? Межнациональный. Осетин. А никто разбираться не будет. Это другое дело. Никто разбираться не будет, я прекрасно понимаю. Нет, будут очень другое. Ну, а если ты, допустим, не Дудаев, а там Иванов, Шевченко с Ивановым подрались. Это уже... Который я могу быть виноватым, потому что... А вдруг я бандеровец? Это бытовой конфликт. Нет, Шевченко, они же все бандеровщины. А, тогда, да. Шевченко-бандеровщина. То есть, драться могут только Петров и Иванов. Понимаете? Желательно, чтобы их при этом звали не Сигизмунд Петров, и не Валериан Иванов, а Сергей Петров и Николай Иванов. Тогда это нормально. Тогда это национальная жизнь. Они могут синячить, они могут сидеть на детских площадках, они могут избивать своих жен, там, и обращаться с женщинами, как со скотом, понимаете? Это как бы не попадает в информационное поле. Но стоит каким-то трем представителям дагестанской шпаны. Потому что в Дагестане, как и в любой другой части земного шара, есть своя шпана, естественно. И, там, избить парня в метро, что, естественно, абсолютно подло и омерзительно совершенно. Как это сразу говорят, понаехали. То есть, Иванов и Петров могут синячить, обнюхиваться и вести себя как угодно, правда? А Дудаев уже и Шевченко, мы уже, понимаешь ли, кавказоиды и бандеровщины понаехали. Да, понимаете, тут со всех сторон. И в информационном пространстве мир ненастоящий. Он там существует, не как он на самом деле. А как на самом деле, мы же знаем. Вот вы же, как говорится, не скрипачу под мышку в консерваторию и закрыв глаза обратно на машине, правда? Вы же, наверное, молодые ребята по улицам ходите. И вы знаете, реально, что насилие – это фон для молодого человека, по крайней мере, улицы нормальному в большом городе. К сожалению, это, да, это нехорошо, конечно, но это факт, с которым мы живем, и я так жил. И в советское время так же было. Ты идешь? Ты откуда? Ты с какой улицы? Ты с водокачки? Я помню. Нет, не с водокачки, а откуда? Да, ребят, я тут вообще на дачу приехал. А, бах-бах-бах-бах-бах, да мы тебя просто так, мы не потому, что если бы ты был с водокачкой, тебя вообще забили бы. А то, что ты на дачу приехал, ладно, пойдем покурим там, все, нормально, давай кровь вытрем тебе, сам вытришь, короче. Нормальный же фон, да, жестокий. А разве было не так там в 20-е годы? А 200 лет назад по-другому, что ли, было? Когда люди сходились, там, бились на кулаках. Поэтому я бы вообще не считал бы бытовые хулиганские конфликты, их причиной национализм. А вот реальную национальную проблему, которую власть создает, преступно создает, она пытается скрыть от нас, заретушировав вот этой бытовухой хулиганской, да? Потому что и по Новым Батутинкам, там же как начинали, как бы люди начинают копать и выясняют, что эти два несчастных пострадавших представителя коренного населения, там один по УДО вышел, находится под оперативным надзором, другой оказывается уголовник, который две недели назад там проходил по мошенничеству против пенсионеров и тоже находится под оперативным надзором. Ну как странно, правда? Два, как говорится, представителя, как нам рассказывают, коренного населения, ну вот ребенок, единственный, конечно, фактор, и оба под оперативным надзором оказались. И это как бы широко же не упоминается, нам предлагают верить в то, что это артисты Большого театра, которые вышли из православной церкви только что и присели, устав от молитвы и традиционного русского гостеприимства на скамеечку, и тут, значит, четверо таких чурбанов, шли такие наглые, понимаешь ли, из Оренбурга, там зарегистрировались в каком-то сарае, видят коренное население, ну думайте, а мы прессанем его о коренное население. Коренное население, конечно, тоже себя нашло, как выяснилось, не на помойке, на красной зоне, на козлиной должности были, там один из них, по крайней мере, точно. В принципе, как очень многие, в какой-то мере коренное население. Тут даже ничего и не скажешь, особенно после того, что мы видели в видео, которое Сергей Савельев оправданно на днях, как бы представил, фон жизни нашей страны. Но что же скрывает от нас власть? Власть скрывает свою мерзкую жадность, наглое желание зарабатывать на наших жизнях и стягиванием в наши города огромной массы людей, которые реально в другой ситуации бы тут не оказались, если была другая политика правительства. Они заявляют о создании 65-миллионной агломерации, в которой включат себя Петербург и Москву. Об этом говорит Сергей Капков, озвучивает детально. Человек не последний, человек близкий к Абрамовичу, человек, который близкий к Собянину и вообще к московской власти. И вообще считается таким менеджером по городской культурной политике номер один, там у них и так далее, и так далее, и так далее. А что это значит? А где эти 65 миллионов возьмутся? Мы же, как говорится, живем не на Марсе, правда, и, наверное, выезжаем за пределы Москвы. Вы выезжаете, наверное, в Московскую, Владимирскую, Тверскую область. Вы видите опустевшее пространство коренного проживания не только русского, а разных других народов. В той же самой Тверской области. В советское время у меня был друг из деревни Застолбь, Еромешковского района. И вот там говорили люди, вот до Застолбей живут русские, а уже там за Застолбей Карелы живут. Уже это значит, ну, вепское население обрусевшее. И старухи, я помню, пожилые женщины, говорили еще в 80-е годы на таком странном языке между собой. Он так очень красиво звучал. Теперь я понимаю, что это коми-язык или вепский язык просто. А это Твери, это от Москвы 190 километров. Максимум вот эти вот, как бы там, Бежицк, Рамешки и так далее. Такие Гумилевско-Ахматовские места там. Значит, и... То есть, они опустошили наши земли. За эти 30 лет они уничтожили наши села, наши деревни, наши маленькие городки. Там нет жизни. Там нет... Ну, там есть какая-то теплица отдельная вокруг дач или вокруг имений каких-нибудь крупных, больших чиновников. Вот знаю, там тут, вот этот, тут, этот. И там, как бы, обслужив персонал начинает жить. Вот как бы такая вот жизнь, да? Ну, и плюс бюджетники, там всякие почты, где-то есть в каких-то райцентрах. Но в целом земля пустая, ничего не обрабатывается. Население сгоняется в города. Да, население, естественно, начинает дрейфовать. Это, естественно, право человека туда, где лучше коммуникации, где более комфортная жизнь. Это Москва. Вот как бы из там рамешек, ну, отличного древнего населенного пункта Тверской области, в Тверь хочется переехать. А из Твери, спустя какое-то время, тебе захочется переехать в Москву, например. Многим молодым ребятам. А Москва, она, вот, Собянин говорит, а у нас новая Москва. А население будет 30 миллионов. Где? Так вот сюда и надо привезти Среднюю Азию. Вот они и привозят 7 миллионов человек из Средней Азии. Я ничего не имею против ни кыргызов, ни таджиков, ни узбеков. Поверьте, они такие же, как мы. У них просто имена другие, язык другой. И чуть-чуть по-другому они в быту организуют свой быт. Но нам это зачем? Нас кто-то об этом спрашивает? Разве они спрашивают разрешение Московской городской думы? Может, они спрашивают разрешение муниципалитетов? То есть, жителей местного самоуправления, которые живут в районах Москвы. Хотим ли мы, чтобы у нас вот там, вот эти вот лес, там за МКАДом, где новая Москва, вот там стояли 24-этажные новые дома, которые заселялись приезжими из других регионов СНГ, допустим. Которые приезжают, покупают патент, работают полгода, два года, потом подсаживаются на ипотеку, и дальше, как на ипотеку, это же самый лучший способ рабства. Тебе дают ипотеку, которую ты 20 лет выплачиваешь, и ты там ломаешь Собянину асфальт, и одновременно оплачиваешь эту бессмысленную, страшную квартиру в этой жуткой Новой Москве, там где-нибудь или где-нибудь ещё, в кем-нибудь Ватутинках. Мы же видели на фоне чего это всё происходило, правда ведь? Вы же, наверное, бывали там, знаете, там эти районы. Это как бы нельзя назвать экологически безупречным местом проживания, правда? Как на самом деле и большинство районов Новой Москвы, что сейчас строится, достаточно... Кем они будут селятся? Нам, москвичам? Вот я коренной москвич, ребят, я не знаю, ребята, вы из Москвы? Мы не москвичи, мы понаехали. Я коренной москвич. А, вы понаехали, да, сюда? Мы понаехали. Ну, вы сколько живёте в Москве? Ну, я 12 лет. Ну, мы 12 лет, да. Ну, в общем, вот я коренной москвич, да, в нескольких там, в каком-то там, во втором поколении, как минимум. Мой папа родился в Москве, на Таганке, здесь, кстати, вот неподалёку, да. Вот я туда поеду по собственной воле? Нет. А где взять? Население Москвы, оно не размножается. У нас детей не очень много у москвичей. Вот вы много знаете москвичей, у которых больше двух детей? Нет, вообще не знаю. Вашего поколения? Вообще не знаю. Я тут в моём поколении немного знаю, там вот два ребёнка, да, три – это уже событие. А где брать? Что? Такое ощущение, что эти огромные мегаполисы, миллионные, которые пристраиваются к Москве, там, Реутов, там, или Новая Москва, или они хотят тут уничтожить совхоз имени Ленина, построить там. Что это мы, москвичи, плодимся, прям как амёбы, понимаете, делением, наверное. Нет, они сюда привозят новое и новое население. Где его брать? Русских больше нет. Русские, вот, население центральной русской равнины, коренные земли проживания русского народа, вымирание миллион в год. Опустошённые, опустевшие города. Вот, даже вот я был в Пенинской области в 18-м, в 19-м году. Древнерусское село Паим, старобряческий центр, который был до революции крупнейшим центром старобряческого. В советское время, это был райцентр, в котором жило 15 тысяч человек, они только стадо рогатого скота выгоняли, как мне говорили, 2,5-3, а то и 4 тысячи, там, частного, не говоря уж о колхозных. Там была больница полного профиля, которую ещё построили князья Шереметьевы, значит, где там было в советское время акушерско-гинекологическое отделение, пенсионное отделение, значит, детское отделение, терапевтическое, амбулатория, лаборатория, всё. Туда врачи проезжали. Там сейчас 3,5 тысячи живёт, в основном стариков. И нету просто, нету, вымерли, русские вымерли. Эта власть их выморила. Ну, кто виноват? Ну, не власть же, конечно, виновата. А кто виноват? Ну, вы виноваты по наехавшей Дудаевой, там, до Шевченки всякие, понимаете? Мы, не они виноваты, которые сокращали больницы в сельской местности, которые уничтожали школы, оптимизировали их, ликвидировали автобусные маршруты, специально людей сгоняя из земли. А мы виноваты. Вот киргизы виноваты, понимаете? И эти вот ребята виноваты, которые там из Оренбурга приехали в Новый Ватутин, кишты, твари какие, понимаешь, там, что натворили с русским народом. Но не эти. И почему они согнали русский народ и население центральной части России, которая была достаточно густонаселенная, с земли? Нам говорят, это естественный процесс. Да ни хрена это не естественный процесс. Я езжу по Австрии, по Германии, по Франции, по Италии. Везде люди живут в провинции. Да, молодежь уезжает в университет, но везде в провинции, будь то Тоскана или будь то какой-нибудь Прованс. Ну ладно, там, это какие-то элитные районы, там, Флоренция, там, не знаю, Код Дазур, Ницца. Глубинку возьмем, какой-то центральный массив или какой-нибудь там где-нибудь в центре Австрии. Везде живут люди, везде дороги, везде интернет, везде инфраструктура, везде супермаркеты, везде рабочие места, везде современная какая-то есть работа дистанционная. Я выясняю, что там просто в это вкладываются. Там есть дотация Европейского банка развития, есть дотация государства, есть дотация региональная. Там сдерживают рост городов. Почему? Это национальные государства. Нация не может существовать в городе. Город – это всегда виртуальное пространство. Может, я очень долго говорю, но это важная вещь. Везде людей поддерживают, создают им комфортную жизнь на земле, а в России это не так. У меня самые худшие, я всегда подозреваю эту власть в самом худшем. Я считаю, они сознательно сгоняют людей с земли, как это делали британские аристократы в 18 веке во времена знаменитых огораживаний. Вы, наверное, изучали это в курсе и истории, когда английских крестьян сгоняли с земель, где они жили, превращая их земли в пастбище для овец, шерсть которых давала сверхдоходы. А в лице этой массы крестьян, которые прекращали быть крестьянами, они их делали люмпинами городскими и получали огромную толпу бесплатных городских рабочих. То есть, еще раз, правящая элита захватывает землю, насильно, экономически или вооруженным путем сгоняя с нее людей, присваивая, потом эта земля переводится в частную собственность. Я думаю, если вы проанализируете ситуацию, вы увидите, что огромные колхозные, совхозные земли, земли, которые были в кооперативной собственности, на которых паслись еще 20 лет назад стада огромных животных, богатые колхозы. Сегодня это развалено. Они являются частной собственностью или финансово-промышленных групп, либо крупных олигархических групп. Я думаю, что вся страна, центральная часть России, это европейская, это очень лакомый кусочек. Через эту территорию пойдут дороги, Москва-Казань, китайская дорога, газовые транзитные пути. И бесконечно все такое, в Европу, естественно, туда, для блага цивилизованного человечества, люди мешают в этом процессе. Поэтому согнать всех в города. Но города – это такое ненасытное место. В городах-то люди убывают. В городах рождаемость не позитивная, а отрицательная. Тем более в Новой Москве какой-нибудь, понимаете? Где ты подумаешь, как еще захочешь ли ты иметь ребенка, если у тебя на этот квартал этих огромных домов, там один детский сад, куда не устроишь, а в школе по 4-5 смен, там по 40 человек в классе, понимаете? Такие моменты есть. Ну, тут можно повозмущаться вообще даже тем метражом, которые продают Новую Москву. Метражом, потому что это для рабов. Это для рабов. Городские люмпины – это рабы априори. Это люди, которые зависят полностью от банка, от ЖКХ. Тебе повысит цены ЖКХ, а у тебя нет ни профсоюзного движения, ни партийного какого-то движения. Ну, ты поворчишь, поворчишь, ну, пойдешь оплачивать платеж, который в три раза будет дороже. Тебе скажут там, знаешь, мы тебе отменяем транспорт, допустим, поворчишь, поворчишь, тебе скажут, без QR-кода тебя не пустят никуда даже в туалет. Ну, ты скажешь, ну, как же так, да что же, они офигели, что ли? Ну, пойдешь, сделаешь QR-код, в конце концов. Городское население не консолидируется. Оно не способно советизироваться, вот как вот когда-то русский народ или другие народы России в 17-м году, которые сохраняли советизацию. Это связь с сознанием большой семьи, какой являлась сельская община, например. Вот как у кавказцев, например, вот осетины, ну, или другие народы Кавказа, почему они испытывают, такую ненависть вызывают этой власти, в частности? Потому что каждый связан со своим родом. Даже если человек живет в Москве, даже Валерий Абисалович Гергиев, директор Мариинского театра, я его знаю лично, замечательный наш музыкант, он все равно скажет, я из такого-то села, я из такого-то рода. Правда ведь? Да. Это имеет значение. Это нельзя убрать, это нельзя устранить. И это то, что не позволяет сделать, допустим, кавказцев просто таким вот люмпенским таким пространством. То, что вызывает раздражение. У них, говорят, тейпы, у них там тухумы, у них там роды. У осетин там, они вот знают, кто там. А ты алагерец, что ли? А ты чекалинец, что ли? А что, блин, как бы это вот так у них все там, это вот ликвидировать? Какой бы им такой еще подсунут, это разврат наркотики и водку во Владикавказ, чтобы вот они это забыли все. Не забудут. Потому что такова этнопсихология небольших народов. А русский народ лишили земли, лишили самосознания и насадили ему виртуальное самосознание. Ты живущий в Новой Москве, ты, во-первых, государствообразующий, как тебе сейчас написали. Титульный. Ты титульный, государствообразующий. Не важно, что ты живешь как раб, не важно, что ты обложен микрокредитными долгами, что у тебя платежка ЖКХ постоянно растет, что ты не борешься за свои социальные трудовые права, что тебе повышают цены на бензин там каждый год на 40% и на продукты там в 3-4-5 раз. Не важно, что у тебя лишили родины, земли. Ты можешь вспоминать, что твоя прабабушка жила там в Псковской или в Смоленской области. Это уже не принадлежит тебе. Если ты захочешь туда поехать грибы пособирать на родину своей бабушке, то скоро ты туда приехал, увидишь табличку. Там вход в лес воспрещен, частная территория. Они к этому ведут. Конечно, а что в Европе так вот во многих местах, знаете, Олег? Будут такие места, где надо будет купить билетик, чтобы пойти белый срезать в лесу, там, государственные. А будут места, где, как говорится, правят территорию. И хоть ты тресни, тебя арестуют, если ты пойдешь. В Сибири есть такие места, где займки находятся богатеев, которые там Моралов и Изюбрий отстреливают сотни этих огромных пространств. Главное не лосей. Там даже нельзя корову в Хакасии, например, на опушку леса. Мне рассказывали, я был в этом селе, там нет скота. Я говорю, как же так выживете, у нас коров нет. А, говорит, у нас тут везде частные владения теперь. Мы туда даже корова подходит, ее могут убить просто. Как бы нельзя скот пасти. Такой будет вся страна. А мы будем жить в городах. Мы будем просыпаться там в полседьмого, спускаться в вонючее грязное метро, которым нам будет так гордиться, понимаете? Мы будем проходить этими толпами потными в масках и с QR-кодами, прижимаясь друг к другу в вагонах метро. Мы будем приходить на работу, на нас будут орать начальники. Мы будем получать свою нищенскую зарплату там, понимаете, по итогу. Из нас будут вычитать за то, за сё, за это, за там... Если вы захотите холодильник хороший, вы подумаете, ну, дай-ка я возьму кредит. Ну, бери, давай, тебе сразу предложат в этом супермаркете. Человек полностью обложен. Плюс ещё 5G скоро будет. В Европе уже есть 5G. 5G – это искусственный интеллект. Это система обмена данными. Само по себе это ничего не облучает никого. Просто как бы канал информации суперскоростной. Но он позволяет подключать искусственный интеллект к управлению большими человеческими городскими пространствами. Иначе, что вот мы с вами разговариваем, что бы мы ни делали, за нами будет наблюдать большой брат. Может. Может наблюдать. Как мы ходим, как мы платим, как мы думаем, как мы разговариваем. Даже наши разговоры и так далее могут сразу... Уже это в Фейсбуке работает. И в социальных сетях искусственный интеллект, который нам даёт в связи с нашими запросами, не только в Фейсбуке, а вообще в интернете. Вы заметьте, вам выдают видео, предпочтения и так далее. Лента формируется. Но маркетинг – это такой новый шпионаж. Он круче. Ну, это объективная реальность человечества. Ну, в общем, это как бы... И вот в этом пространстве, где люди забудут, кто они такие и откуда они взялись, им расскажут, что вы государство образующее. А вот эти чурканы, которые понаехали сюда, тварьи, это, знаешь ли, те, кто ваше зло. А как они сюда, эти ребята несчастные, приехали? Которые тут хотят... Их сюда привезли. Как это происходит? Технология понятна. Человек пересекает границу, не зная русского языка. Ему вручают патент. Говорят, вот за него заплатили 25 тысяч рублей, допустим. Ты нам должен. Дальше человек работает как раб. Перекладывает асфальт там каким-нибудь компаниям, еще там что-то делает, все. Ему говорят, ты должен за патент расплатиться. Но так как ты не будешь там, вот допустим, у тебя зарплата там 300 долларов, 500 долларов, да? Но ты там ешь, ты там одежда, ты там вот инструмент сломал, ты там еще чего-то, еще за патент должен. И человек долго там год или полгода работает как бы вот так вот, получает там 200 долларов, 100 отправляет к себе там в аул куда-то. Но потом проходит время, он учит русский язык, ему говорят, а хочешь тут остаться? Говорит, можно, конечно, в принципе, да. Говорит, а жену можно перевезти? Давай, но мы тебе дадим ипотеку в Новой Москве. Ну ипотека под хорошим процентом, 18-19 процентов. Нормальные, да, такие будут проценты. Будем у тебя вычитать из зарплаты, и ты, говорит, следующие 15 лет будешь тут вот работать, как бы там, и так далее жить, но ипотека будешь должен. Ну лучше, наверное, чем... На мой взгляд, в Кыргызском ауле лучше. Я вот там бывал, на Иссыкуле, на Каракёле, там очень классно. Ну там тоже нет инфраструктуры пока. Может, китайцы построят там вместе с кыргызами. Но пока там, конечно, так красиво, но диковато, прямо скажем. Хотя места-то волшебные, сами по себе. Там или юг, допустим, Ошень, Дижан. Ну летом жарковато, а так вообще хорошо. Значит, конечно, Москве, Новой Москве. Кто их сюда привез? Это что, экспансия, что ли? Нет. Их сюда власть привезла. Она на них зарабатывает. Она создает человеческую массу. Она к нам относится как к кроликам. Чем больше кроликов, чем больше кур, это мысль с точки зрения, тем больше на нас можно заработать. Сами-то они, те, кто с наш шерсть снимает вот эту финансовую там и так далее, сами-то они живут не здесь. Они, их дети живут на Капфера, в Майами, на Кот-де-Зур. Понимаете, там, ну в хороших местах мира. В Лондоне особняки огромные. В Марбелии. Мы знаем, вот он сегодня там чиновник, он вышел в отставку, я устал, и уезжает в Марбелию. Ба, у него там, оказывается, два дома, там, огромных дворца, например. Откуда? Не важно, моя мама заработала. Мама там заработала, бабушка, эти тёти, тёща. Очень трудолюбивый человек. И это на этом фоне, чтобы мы не думали о социальной борьбе, я заканчиваю свой монолог, о политической борьбе, не боролись за свои права, не спросили, как же вы, твари, отняли нашу землю у нас. Вы нас согнали с нашей земли. Вы лишили нас Родины. Мы теперь просто выброшены в пространство большого города на медленную смерть, которая вам приносит доход. Одинокие экзистенциальные монады такие. Даже не лейбинсовские, а постмодернистские, такие постмодерна. Вот в кого вы нас превратили. А вам говорят, правильно, думаете, а знаете о чём? Не думайте о вашей борьбе и о вашей судьбе. Думайте о том, что вы коренные, а сюда понаехали, то есть мы их привезли, там, ребята из Средней Азии, но вы должны думать, что они сами понаехали. Понаехали другие там, не местные. А вот вы в Новой Москве местные, а они не местные в Новой Москве, хотя в Новой Москве все местные, потому что там ничего не было. Там были просто парки ещё не так давно, леса и какие-то деревни. Вы не должны думать, почему у вас зарплата маленькая, а цены растут. А вы должны думать о том, как там Дзюба, дрочит или не дрочит. Понимаете? Вот какая проблема для всех, самое главное. Вот о чём вы должны думать. Вы не должны думать о том, что вас втягивают в войну с Грузией, с Украиной, со всеми. А о чём вы должны думать? Вы должны думать о том, вот Бузова, она вот в театре вот там вот работает или не работает. Вот нет важнее проблем у вас, понимаете? Но самая главная проблема, это, конечно, чурбаны, которые везде просто совсем оборзели. Понимаешь? Вот. То есть они специально создают фашизм виртуально, естественно, потому что никто не позволит создать никакую партию, которая даже рядом кого-то организовывала, виртуальный фашизм. Я же самаруете, все социальные сети, они такие мужики, говорят, мужики, нам надо там это самое, дать отпор, мы тут свои, надо заниматься рукопашным боем. Надо, конечно, я ничего не говорю, надо заниматься рукопашным боем. В городе, живя молодому человеку, надо заниматься рукопашным боем. Подтвержу. Пригодится. Рано или поздно. Но это же обман, это разводка. Вот это моё отношение. Насчёт, небольшая ремарка насчёт приехавших и эмигрантов в Средней Азии. Сейчас же Бастрюкин говорит, мы будем вводить геномную регистрацию эмигрантов, мы будем сокращать количество эмигрантов на стройках, говорят представители федеральной. Враньё, наглые, враньё, потому что они хотят, у них проект строительства большой дороги через территорию России, Китай, Европейский Союз. Где они возьмут рабочих? Они уничтожали трудовые ресурсы коренного населения на протяжении 20 с лишним лет. Автоматизация, говорят. Какая нахрен автоматизация? Та робот будет копать, что ли, там эти самые канавы? Таких денег они же воровать хотят. Если вот ты хорошо, давай так, допустим, тебе выделили миллион рублей на канаву, да? Если ты нанимаешь робота, это будет дороже, чем если ты наймёшь 50 таджиков. Конечно. Понимаешь? То, что робот должен обслуживать, там, эксплуатация, оператор этого робота. Да и робот стоит, там, даже если ты в лизинку его берёшь, там, охренительно. А эти ребята ничего не стоят, им вообще можешь денег не заплатить потом, в конце концов. Договор с ними не заключается. ОМС у них нету, страховки медицинской. Да можно сказать, что они все от ковида потом перемёрли, или там заболели, и QR-кодов у них нет, например. Вот у нас пример во Владимирской области. Вот есть компания «Оскона», которая строит новый город. Старые города уже никого не устраивают, ни в Сибири, ни у нас. Доброград называется. На этот проект выделяет, значит, они сами 28 миллиардов, значит, привлекаются. Ну, я не знаю, там, Сбер, ВТБ, наверное, компания большая, реально там, матрасы делает, знаете. Да. У меня к ним нет претензий. Значит, но ещё федеральных 4,5 миллиарда, там, дороги, инфраструктура, там, и так далее. Я, как депутат, вот задаю вопрос, например. А у меня два вопроса. А будут ли работать там местные люди? И сколько вы привезёте гастарбайтеров во Владимирскую область? Это сразу засмущался замгубернатора Ремига. Ой, вы хотите, чтобы я сейчас отвечал вам на этот вопрос? Говорю, ну, вы можете подготовиться, но вопрос-то повис в воздухе. Потому, что у меня большое подозрение, что местных вы брать не будете на работу, потому что с жителями Владимирской области надо контракты заключать, там, и юридические права. А вы нам привезёте сюда для строительства такого объекта 1015 жителей Средней Азии, из которых 1007 потом останутся жить во Владимирской области. И кто виноват? Эти ребята, что ли, виноваты? Сказать, не езжайте? Поэтому они врут. Их планы, сейчас Европа там, северные потоки, дороги новые, китайский этот маршрут, цены на энергоносители выросли в разы, в 5 раз повысилась стоимость морских перевозок. Сейчас железнодорожные перевозки дешевле, чем морские, стали рентабельнее. Дерипаска даже пост написал по этому поводу. Вот если бы не были идиотами, сейчас бы у нас на 150% выросла бы пропускаемость и РЖД. А так как идиоты, написал Олег Дерипаска, то всё на 50%. Огромные бабки. Вот великая американская дорога с восточного на западные побережья строилась благодаря китайцам. Они притащили из Китая огромные массы китайцев. Есть даже вот великий фильм на эту тему «Ад на колёсах». Посмотрите обязательно, как эта дорога строилась в какой-то момент. И, в общем, это было бесправное совершенно население. Где-то надо было брать. Капитализм всегда хочет иметь дешёвые рабочие руки. Русских больше нет, как рабочие руки. Нас просто нет. Ну вот вы хотите идти там копать, например? Не очень. А между прочим, если бы вы были студентами, вы, наверное, уже не студенты давно, да? Ну вот на третьем курсе вы учитесь, и вам, допустим, говорят там, давайте вот, ребята, стройотряд у нас, можно за лето в месяц зарабатывать по 60-70 тысяч, например. Такое было с удовольствием. На стройках, да. Ну хрен вам, понимаете? 60-70 тысяч лучше себе в карман положить. Лучше нанять киргиза за 20 тысяч. А написать в смете, что за 70 тысяч его нанял, 50 положить себе. То же с тобой, как со студентом, с российским гражданином, надо заключать договор. Надо, конечно. А отчислять с тебя там социальные отчисления, пенсионные всячески. А с этого парня из Андижана или Аша, плохо говорящего по-русски, ты что с ним, какой договор ты будешь заключать? Он тебе ещё должен. Ты же ему патент купил, понимаешь? Он тебе должен по жизни просто. Вот, вот. Посмотрите, от на колёсах. Очень похоже. Поэтому они врут, что они отсюда кого-то вышлют. Это для вас как бы рассказывается. Они сюда ещё привезут. Полтора, два, три, четыре, пять, десять миллионов. Тут будет 15 миллионов жителей Средней Азии. Там тирания, там жить люди не хотят, там жить скучно. Здесь, конечно, поинтереснее, естественно. Тут хоть и как бы путинский такой режим, но всё-таки, ну, будем откровенны, не Каримовский, понимаете, там, и не Рахмоновский. Вот так это будет. Вот так это будет. Вот вам Лукашенко показывает, как можно привезти тысячи жителей Ирака и Сирии сознательно, и потом устроить этот бардак, понимаете, там, изображая из себя родителей за человеческие права. Белорусов никто не спрашивает, и нас никто не спрашивает. А нам ещё врут, что вот, мол, там мы будем высылать. Кого они будут высылать? Какой геномный у них этот самый анализ будет. Геномный анализ. Да, я тут с вами полностью согласен. Вы вначале говорили о том, что информационная повестка, она полностью управляема практически. Но вопрос, насколько опасно в неё затаскивать национализм. Потому что, как мы помним, опыт, да, вот несколько таких фрагментов можно вспомнить. 2005 год, национализм, партия Родина. Что сделала из партии Родины правильно? Её уничтожили, там её не допускали. Ну и в чём опасность была? Вон Рогозин у вас космические эти самые болванки в космос пуляет. Теперь, да. В чём опасность? Журавлёв сидит в Думе уже там, там уже поселился, понимаете, как символ, как домовой там на охотном ряду. Там уже живёт, понимаете. А в 2010 году была манежка, насколько я помню, это тоже такой, да. Которая была устроена для того, чтобы Колокольцев стал министром внутренних дел. Потому что мне никто никогда не убедит, что фанатские группы не курируются ментами. Ну просто, пожалуйста, не рассказывайте мне эти сказки. Вот они, всякая фанатская группа курировалась обязательно силовиками. Ну иначе просто быть не может. Ну что это за государство, которое позволяет, чтобы, там, не знаю, 200 или 300 молодых ребят, обнённых общей идеей, там, вот лидеры, это обязательно контактёры силовиков. Поэтому манежка, вся эта ситуация со смертью несчастного Сверидова и 20-ю годами, за что? Аслану Черкесову, за то, что он в драке и с травмата явно не хотел убивать этого Сверидова несчастного, но убил его случайно. Человек 20 лет получил за неумышленное убийство. Но он же не гонялся за Сверидовым по Москве, правда? Думаю, сейчас бы вот я вот подкараули его на автобусной остановке, подойду из травмата, выстрелю ему в голову и, наконец, завалю его. Ну, все требовали крови, там. Конечно, а в чём был смысл? Убрать предыдущего министра и поставить Колокольцева. Вот Колокольцев у вас и как бы стоит. Вот был смысл манежки. Постановка абсолютная. Национализм никому нахрен, движение Люмпинов не опасно. Вот Дёмушкин был опасен. Объясню, почему. Потому что Дёмушкин был радикальным националистом. А потом во многом, в какой-то мере я сыграл свою роль. Мы с ним списались, Дима, с тяло поругались, я говорю, ты чего там не есёшь, чего ты людей оскорбляешь? А я чувствую, что человек порядочный, что Дима порядочный русский человек. Говорю, давай встретимся. Давай, мы с ним встретились в одном там кафе на Тверской. Я говорю, давай, чего ты, Кавказцев, ты в живых, ты только их в драках видал. Давай я тебя организую. Поедешь там в Дагестан, в Чечню, познакомишься с людьми. А он храбрый. Он говорит, ну давай. Поехал, познакомился и увидел, что в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане, в Осетии живут такие же пацаны, как и здесь. Что проблема не в том, что одного зовут Магомед, а другого зовут Дмитрий. И вот когда Демушкин был националистом, его никто не трогал особо. А вот как только он стал дружить там с Кадыровым, понимаете, в Дагестан приехал, сразу его и кинули. На полтора года ШИЗО, по 282, понимаете. Я его защищал на процессе, был свидетелем со стороны защиты. Вот такие националисты, которые защищают русский народ, но одновременно понимают проблему осетинского народа, чеченского народа, дагестанского, не нужны никому. Нужны виртуальные придурки, которые говорят, давай там всё, бей этих, бей Чурбанов, бей Русаков. Вот такие нужны, но они, клянусь, управляются все силовиками. Хорошо, так вот сейчас не ощущается ли такая попытка повторить, собственно, 2010 год, манежку? Ну да, они, ну силовики это организуют, естественно, это постановка политтехнологическая, постановка саму, когда Симонян пишет, я тоже, мол, понаехавшая, но надо вести себя прилично. То есть по отношению к кому? К человеку, который на козлиной должности, на красной зоне был. Я ещё понимаю, к ребёнку надо вести себя прилично, понимаешь? Тут я согласен, кстати, но ребята могли бы и сдержаться. Там ребёнок и так далее. Ну мы же, во-первых, не знаем, там же нет вербального как бы составляющего. Мы же видим только видео, может, их оскорбляли, может, им сказали, и там идите овец там дерите в свои аулы, понимаешь? Мы же не знаем, что им там говорили, а говорить им там могли чего угодно, в конце концов, понимаешь? Такое, что 19-летний парень, естественно, мог вспылить. Это мы уже, вот я уже взрослый человек, я когда меня оскорбляют, как бы так вот, ну если это не при женщине, естественно, я понимаю, что меня втягивают в провокацию, в драку, в сознательную. Я как бы могу ответить, например, тоже, и физически тоже, ещё как-то. Ну, в общем, всегда можно этого избежать. Здесь нет никакой опасности национализма. Это всё курируется. У них 3 миллиона, 4 миллиона силовиков. Они теснятся, если они вот в коридорах не могут уместиться. Все эти ФСБшники, МВДшники, Росгвардейцы, сотрудники Следственного комитета, прокуратуры. Если их вот всех собрать, то вам уже будет многомиллионный город. Только для них можно агломерацию построить, понимаешь? Для всех, кто в погонах там и не в погонах. Да и денег у них, как у полковника Захарченко там, или у полковника Чуйченко хватит. Миллиард здесь, миллиард там. Как бы есть на что жить, прямо скажем, в этом городе солнце в погонах. Поэтому нет никакой опасности. Это выдуманная абсолютно вещь. Но есть реально другая опасность, о которой я говорю, например. Что они сознательно создают гетто в наших городах, они сознательно свозят массы населения для того, чтобы нас превращать в стадо социальное, чтобы на нас зарабатывать, чтобы нас потом стравливать. Реально есть вот школы. Школы, в которой там учатся ребята одной национальности. Это, да дай бог детям всех цветов кожи и всех языков счастья на земле. Но в чем проблема-то? Это создание гетто есть. Да, им будут преподавать русский язык, и то, что Путин самый великий, и то, что мы самая могучая страна на земле. Но когда они будут из этой школы выходить, они же будут говорить на родном языке, правда, там на кыргызском, или на таджикском, или на узбекском. То есть, нет национальной политики никакой, на самом деле. Они наоборот, в погоне за бабками, бабки, 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 давай вот это сейчас ипотеку продадим. Слушай, там целый аул хочет приехать из Аша. Отлично, давай сейчас мы этот квартал новый там, в Новой Москве заселим туда всех сразу. Сколько их там? Да там тысячи три. Супер! Три тысячи, значит, с каждого там по... В месяц там, да по 20 тысяч, допустим. Да нормально это все. Да я под это еще кредит возьму. Да еще они там 15 лет не расплатятся со мной за это все. А что им школу надо строить? Да построим там что-нибудь. Что там они? Пусть ходят там их эти постреленыши, понимаешь, в эту школу там по четыре смены. Слушай, они там будут ведь это самое... Да давай им там преподавать православие и историю России. Ну что там? Ну слушай, ну они же там вообще русских не будет. Они как бы внутренняя среда будет такая. Да не все ли тебе равно? Поехали, братан, лучше съездим в Тель-Авив отдохнем, понимаешь, или на Кот-Дозор. Что тут будет? Тебе там жить что ли в этой Новой Москве? Ты бабки с них заработаешь и поедешь. Вот так они относятся к этому. Им плевать на то, как будут соотноситься группы молодежи. Естественно, образуется группа молодежи по этническому признаку. Естественно. Естественно, начинается уличная война. Естественно. Почему? Потому что мы просрали, назову вещи своими именами, местное самоуправление, региональное самоуправление, городское самоуправление и Государственную Думу. Выборов нету. Народ не участвует в определении своей судьбы, и мы являемся просто заложниками воли правящего капитала. Они что хотят, то и будут делать. А мы будем ненавидеть там и готовиться к боям на пустырях, понимаете? Наши сыновья и наши внуки будут биться бесконечно друг друга ножовками и заточками, пыряя в животы. А не должно их тут быть, этих ребят из Средней Азии. Их тут быть не должно. Не должно их тут быть. Каждый человек, который хочет приехать. Москва должна быть 6, ну максимум 7 миллионов человек. Заводы все позакрывали. Я понимаю, когда в советское время там АЗЛК был, был завод ЗИЛ. Там теперь везде, как мы видим, кондоминиумы, офисные здания, апартаменты дорогущие. И какие-то там, в общем, шикарные места. Заводы. Сюда съезжались лимитчики, так называемые, со всей страны. В Москве было огромное количество заводов. 2-3 миллиона человек только работало на военных заводах. Ничего этого больше нет. Все позакрывали. А население растет. Как же так? Заводов нет, население растет. В чем смысл? Наоборот, казалось бы, в советское время Москва достигала 9 миллионов человек на исходе советской власти. Ну все, заводов нет, значит, 3 миллиона должно разъехаться. Ну там, давайте создадим Московскую область, Владимирскую, Тверской. Нет, там пустыня, там леса. А здесь у нас 15 или 20 миллионов уже живет. Мы даже не знаем точно сколько. Почему? Да вот именно поэтому. Потому что это нереальный фон жизни. Это не планируется, исходя из нашего с вами интереса. Это планируется, исходя из их интереса, бабло на нас рубить. Вот в чем проблема. Есть такая вещь, как бытовой национализм. Но периодически мы с этим сталкиваемся. Действительно. Я недавно провел эксперимент. Был День народного единства. Я полез в Яндекс. Яндекс.Поиск. Когда вы открываете Яндекс.Поиск, вбиваете там, почему, например, татары. И вам дополнительные варианты. То, что можно поискать. Якобы это Яндекс составляет из того, что, в общем-то, другие люди ищут. Популярные запросы. Да, популярные запросы. И там, почему татары и предложить. Хитрые и противные. Почему осетины ненавидят ингушей. Почему кабардинцы ненавидят того-то. То есть, есть бытовой национализм. Как мне кажется. Что делать с этим? Решается ли вопрос выборами? О которых вы говорите. Решается вопрос тем, что у нас нет власти у людей. Мы тут просто еще раз подчеркну эту метафору. Проживаем как овцы, с которых получают мясо и шерсть. Еще нас, как овец таких, натравливают друг на друга. Но мы тут просто гости. Тут нет местных и нет гражданскообразующих, государскообразующих. Тут есть просто те, кто получает с нас и те, с кого получают. Вот так вот. Поэтому, а что мы там думаем, кого это волнует? Они разделяют и властвуют. Не дай бог. Русский объединится с татарином, осетин с ингушом. Не дай бог. Это уже было. Когда под красными знаменами, под черными знаменами взяли и объединились, например. И сказали, а мы не хотим, чтобы нас стравливали. Мы не хотим. И нам теперь рассказывают, что это были такие страшные годы. Это было так ужасно. Это было так чудовищно. Вообще был просто ужас, чего там было. Было много жестокого. Это на самом деле так. Смысл-то строили. Единую нацию, людей, гражданскую политическую нацию, советский народ. Вот они делают все, чтобы никогда эта угроза власти господ, которые считают страну своей собственностью и поделили Сибирь этому, Урал этому, Кавказ этому, это этому. Это никогда не повторилось. Мы должны сидеть там и в чатах, там, блядь, там, чубаны достали, там, все, там, это самое, не это вот, все, русня, там, ай, вы кефиры, кефиры, а вы кефиры, кефиры, вот это мы должны сидеть, понимаешь, делать кипит, я не могу, попался бы, убил бы их всех. Вот такие мы должны испытывать эмоции, а не думать, так, если они повышают, значит, цены на это, на все, почему не повышают зарплату, если они фальсифицируют выборы, то кого тогда избирали? И почему, и чьи интересы представляют те, кто носит депутатские мандаты? Не, не дай бог, вот не об этом я тебе говорю. Политтехнологи так или иначе заигрывают с темой национализма, значит, она так или иначе, все-таки, ну, на уровне мышления людей, она так или иначе актуальна, да? У меня такое ощущение, что я целый час потратил на просто, я вам объяснял, что это виртуально, тогда я попробую кратко объяснить. Вот вы же, знаете, был такой поэт немецкого происхождения, оклеветавший, естественно, Россию, Александр Блок. Он написал такие строчки в своем знаменитом состоянии «Балаганчик». Страшный черт ухватил карапузика, истекает он клюквенным соком. Все, что вы рассказываете, это не настоящее, это существует только здесь, в сознании, в воображении. Imagine, как говорил Джон Леннон, понимаете? Imagine of the people. Это именно вот про это, понимаете ли? Да, это понятно, но тем не менее, это есть, этим можно управлять. Может ли, например, некий мягкий национализм, не знаю, как его сформулировать. Умеренный. Да, умеренный национализм, стать нашей псевдоидеологией. Но смотрите, Владимир Путин читает Ильина, периодически, и очень этим гордится. Вы читали Ильина? И в рамках курса философии. Вы читали «Наши задачи»? Конечно. Вы читали «Наши задачи»? Ну, я не очень помню Ильина, но я помню… Таска смертная, прямо скажем. Да. Даже не Бердяев. Хотя, конечно, человек правильно и чётко формулировал многие вещи, и был как бы в рамках идеологии своего времени, там, 20-30-х годов, 40-х, там, симпатии к Муссолини, там, всё остальное. Вот-вот-вот, да. Нет, ну, это понятно, там, Джентили, там, так далее, тоже. Вы Джентили тоже, наверное, читали, там, корпоративистский философ, ну, такой великий философ, там, итальянский, один из апологетов фашистской корпоративистской, как бы, модели и всё такое прочее. Ну, это как бы реально были интересные люди, но какое-то отношение имеет к 21 веку, к нам с вами. Вот мы с вами, человек существует, может, вы сейчас назовёте меня буддистом и скажете, всё, Шевченко, идея отсюда, к своему гаутами, к своим ламам, к своему дзен-буддизму. Ну, я вам скажу так, ребята, мир на 95% нами выдуман, он существует в нашей голове. Вот вы говорите, национализм, даже вы говорите, не надо ли сделать так, чтобы это было и идея. Я обращаюсь к вам, вам надо, чтобы кто-то вам делал какую-то идею. Вот вы образованные, современные, молодые люди, вам надо, чтобы вам какой-нибудь пришёл Шевченко, получив за это бабок, вам и сейчас идею придумал. Вы что, ребята, вы что, инвалиды, что ли, интеллектуальные, чтобы вам кто-то придумал какую-то идею. А почему вы считаете, что другие люди инвалиды? Я считаю, что человеку, вот моя вообще концепция человека, антропологическая, антропология – это важнейшая дисциплина. Я считаю, что человек состоит из такого этического, из психопереживания своего рождения, я взялся непонятно откуда, тебе говорят, вот мама, вот папа, а как я появился? Ну, мы любили друг друга, там, знаешь, там, ну вот, то есть я от любви появился, что ли? Ну, да, да, ты появился от любви, всё равно непонятно. Потом ты узнаёшь, там, сперматозоид, яйцеклетка, ну, всё равно, так, если честно, чудо, правда? Сперматозоид, клетка, ну, я же не мычу, не блею, а я, там, Достоевский, Толстой, там, понимаешь, для экзистенции, там, сознание-то откуда, да? И я умру, вот вторая точка. Как так? Я вот сейчас живу, разговариваю с вами, и вдруг я опанький, и просто кусок гниющего мяса, понимаете, который либо сожгут, либо закопают. Как мне уместить вот между этим, что между этим нахожусь я, между непонятным рождением и непонятным исчезновением. И тут нахожусь я, остро чувствующая, переживающая самого себя, в первую очередь. Потому что, миру ли провалиться, или мне чай пить, так я вам так скажу, пусть хоть и мир провалится, а я чай пить буду. Помните, как подпольный человек у Достоевского? Это очень точно про каждого из нас, по большому счёту. Мы преодолеваем вот этот нигилизм подпольного человека, и мы говорим, нет, я русский, или я осетин, или, я не знаю, немец, или кто-то угодный, или еврей. Ну, национальность-то, она в голове существует, она генетически не передаётся. Но не передаётся, при всём огромном моём уважении, там, эпос про Батрадзе, Сослана и Шатану генетически. Равно как и мне, там, преступление наказания, как русскому, он, по-моему, поляк был, наверное, Тостоевский. Ну, не важно. Короче, тоже не передан генетически, Толстой был русский. Да тоже тотально. Ну, ладно, не важно. В общем, понимаешь, всё это в голове. Поэтому мы себя придумываем, человек оправдывает своё бытие. Это антропология. И вот мы в 21 веке, люди, которые понимаем, что боги умерли, что попы нас обманывают, не потому, что бога нет, а потому, что попы обманывают, что мы сами знаем, что с нами происходит после 20 века, в котором разными способами на глазах всего человечества убили порядка 100 миллионов человек. Я только войны считаю, а не репрессии политические. Так-то ещё, наверное, больше будет. После Достоевского, после Ницше, Шопенгауэр, Ницше, Достоевский, Толстой, Чехов, Хайдеггер, Камю, Сартер, Бодрияр, Левистрос, Валерстайн, Фрейд, Юнг, Адлер. После всего вот этого, когда нам уже как бы описали нас, как мы думаем, как мы чувствуем, что в нас происходит бессознательное, нам всё рассказали про нас, мы по-прежнему говорим эту хрень. Нужна ли нам, ребята, идеология какая-то? Хотите быть рабами, вам нужна идеология, и вам нужна религия внешняя. Не хотите, сами решайте, что вам надо. Человек 21 века, это то, чего боится власть больше всего, это тот человек, который получил в свои руки, благодаря тем, кто был до нас, такой объём интеллектуального оружия. Вот всё, что я перечислил, я перечислил маленькую часть, это интеллектуальное оружие, эти великие люди осмысляли, что такое свобода, что такое рождение, что такое смерть, в чём смысл жизни. Никто из них не дошёл до истины, человек не может дойти до истины, на эти ответы мы не получим ответа никогда, конечного. Как я говорил одним бородатым вооружённым ребятам, которые хотели меня грохнуть на Кавказе, говорю, ребят, вы сдохнете, и я сдохну. А вот сдохнув, мы посмотрим, будет, есть бог или нет, это раз, а второй, будет ли он нас судить по партийной принадлежности, либо по тому, какие мы люди были на этой земле. Я говорю, ну да, правильно, мы тебя не убьём тогда, сейчас, потом убьём, так и не убили. Значит, вот, понимаете, в чём проблема? То есть мы делаем вид, а мы живём, как будто мы какие-то дикари, как будто мы куклы, которые лишены всего этого. Деревянный мальчик, ты должен стать человеческим мальчиком. Проблема Пиноккио, куклы, станьте детьми, станьте людьми. Для этого надо всего-навсего делать то, что описано в этой сказке прекрасной. А девочка с голубыми волосами всегда поможет, явится на помощь, как в этой великолепной сказке Пиноккио. Вот в чём проблема, поэтому нам ничего не надо создавать. Мы сами будем ощущать себя русскими, осетинами, или космонавтами, марсианами, хоббитами или эльфами. Или кем угодно, понимаете, татарами, башкирами. Не надо нам ничего навязывать. Мы теперь точно знаем, что всё, что нам навязывают сверху, это делается для того, чтобы нами управлять, чтобы мы были овцами. Хреном. Мы не будем овцами, мы не хотим быть овцами. Именно поэтому я создал движение «Свобода и справедливость». Как опора на личную внутреннюю человеческую ответственность, эквистенциальную в частности. Стыдно после Хайдегера и Бодрияра, и Сартра, и Камю делать вид, что их как будто не было на земле. Стыдно. Вот сегодня, 11 ноября, когда мы записываем, я скажу, почему это важный день. Сегодня 200-летие рождения величайшего, на мой взгляд, писателя последних столетий Фёдора Михайловича Достоевского, которого я уже процитировал. И который сказал, человек, ты окружён химерами, которые создаются в твоём сознании и навязывают себе и извне. Только ты в силах понять, кто ты такой. Студент, который хочет проверить себя, поэтому идёт убивать старушку, насекомая, неприятная. Ну и сестру её заодно прихватить. Но оказалось, что не сверхчеловек. Нет, оказалось просто студент, который как бы не выдержал. Или ты кто-то другой, или ты что-то другое. Вот в день Достоевского это очень правильное интервью. Это величайший, и мы живём так, как будто не было этого ничего. Как будто не говорил Толстой, перефразируя, правда, по-моему, английского одного философа. Ну, неважно, на русский лад. Если так случается, что злые люди объединяются ради злых дел, что мешает добрым людям объединиться ради дел добрых. А мы опять с вами живём, как будто мы какие-то буратины, пинокки лишённые всего. Нету ничего. Боги умерли. Боги умерли. Они умерли, эти боги. Нами никто не управляет. Это надо осознать и понять, кто мы. И объединяться на основе этики и договора друг с другом. Нет другого у нас будущего. Нет и быть не может. Все национализмы, все религиозные шовинизмы, все либеральные идеологемы, попытка спрятаться от реальности, попытка спрятаться от самого себя, от этого обнажённости человека, этому ревущему бесконечному пространству, для нас, по большому счёту, непостигаемого. Вот она, антропология нашего времени. Поэтому вопрос, который мы обсуждаем, как нам навяжут национализм, мне кажется, унизительным для интеллектуала, думающего и говорящего на русском языке в 21 веке. А вы, как я понимаю, интеллектуалы, ребят. Я так просто. Извините за нотацию. Это не нотация, это клик души. Классно, радикальный экзистенциализм, можно, наверное, пассаж так назвать. А другой не может быть другой позиции. Государство, вы ему верите? Нет. Потому, что государство нас кидало неоднократно. Там идеологии, религии, вы им верите? Они несут смерть и разрушение, по большому счёту. Они мобилизуют людей для бесконечно религиозной войны. Чему вы верите? Друзьям я верю. Любимой я верю. Чему я ещё верю? Самому себе зачастую не верю. То есть, остаётся дружба и любовь. И договор. Мы вынуждены верить договору между нами. А всё остальное – это разводка, ребята. Ну, примите это. Это просто разводка. Вас разводят. Вот и всё. Я думаю, на этой ноте мы будем заканчивать. Спасибо большое, что были с нами. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорой встречи. Всего доброго. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...